Количество и качество воды в любом регионе напрямую пропорционально с лесистостью этого региона. После 2000 года у нас все эти два десятилетия, это жарко, очень жарко и чересчур жарко. Меня зовут Александр Саенсус, я возглавляю проект Арбаретум. Мы занимаемся созданием, разработкой и запуском новых социальных динамик в лесовосстановлении. То есть разрабатываем такие программы, чтобы привлечь в лесовосстановление новые ресурсы, те ресурсы, которые сегодня этим вопросом не занимаются. То есть это и частный сектор, общественный сектор, международное финансирование, частная инициатива и так далее. Нас пригласили выступить и рассказать о важности леса и важности лесовосстановления. Мы привели некоторые цифры. Такая организация UNESCO, которая входит в Организацию объемных наций, и рекомендует, что для адаптации к климатическим изменениям любой территории, любой стране должно быть лесов не меньше 19% от общего количества территорий. Сегодня у нас в Молдове примерно 11%. Данные статистики Молдовы колеблются между 11 и 12, зависит от года. При этом статистическая погрешность очень высокая. Реальные данные независимых экологов говорят, что фактически леса у нас осталось меньше 9%. Мы сейчас нашли ту формулу, которая позволяет местным сообществам, общинам, примариям инициировать вот эти лесовосстановления проекты на своей территории и с каждым годом улучшать качество жизни людей. Ближайшая пустыня находится в уезде Долж, причем это на берегу Дуная. Более 200 тысяч гектаров земли находится уже под барханами. Это благодаря тому, что здесь во времена Чаушеску было огромное поливное сельское хозяйство благодаря реке воды из Дуная. В 90-е годы она полностью прекратилась. И те лесополосы, которые были, вырублены вот таким вот варварским образом. Соответственно, сильные ветра выветрили полностью поверхностный слой почвы. И сегодня там пустыня. Те модели лесов, которые мы предлагаем, они кроме экосистемной функции несут еще и роль экономических драйверов дохода для населения. Медоносная база для пчеловодства, улучшение пастбищ для выпаса скота, улучшение сельского хозяйства. Местные органы власти должны для себя принять решение, что вот до данных конкретных участков должен расти лес. То есть и это решение, которое никто за них принять не может. Они должны сами у себя решить, выявить эти территории и через местный совет провести и принять решение. Далее уже после того, как появляется проект и мы инициируем первый проект, местный совет, то есть местная примария имеет обязательства по уходу за этими посадками для того, чтобы первые 3-5 лет обеспечить рост деревьев. Ну вот я могу совместно с Наташей, она руководитель фонда инвестиций устойчивого развития для Тараклийского района, мы можем гарантировать, что для первой примарии, которая это сделает, мы профинансируем 2 гектара земли. Но кто первый это сделает, вот реально, то есть надо провести все эти решения, надо показать какие и показать главное, что тут еще, чтобы мы увидели готовность и способность ухаживать за этим.